Вот, значит, цифровая собственность имеет те свой, ну, как бы ей присущи некие качества, которые были не присущи, да, аналоговой собственности. Во-первых, она эффективная, да, и под эффективностью я говорю о том, что нету налогов и ограничений, да. Когда я говорю нет налогов, я вот всегда буду повторить, чтобы меня ни одна гадина за язык потом не потянула. Я ни в коем случае вас не призываю не платить налоги. Конечно платите, ребята, конечно платите, вот, но просто я считаю, что мы сейчас живем в мире, в котором эта система настолько порочна, что у вас должна быть опция не платить, потому что это единственный способ, как вы можете изменить систему, потому что это как белка в колесе. Пока вы платите, вас будут продолжать доить, и вы ничего не сможете поменять. И это суровая правда, вот, поэтому у вас должна быть опция платить или не платить, потому что это как на рынке, вы приходите и платите чуваку, которого классное свежее мясо, а не протухшее говно, понимаете. Вот, и это нам сейчас пытаются втюхать. Вот, также как бы цифровая собственность моментальная, быстрая, простая, крошечные комиссии, все равно крошечные комиссии должны быть, да, не те, которые сейчас. Потом очень важное свойство цифровой собственности, она прозрачна. Все концепции, основанные на цифровой собственности, они обязательно, в обязательном порядке, должны основываться на открытом исходном коде. Запомните и зарубите себе на носу. Нету открытого исходного кода, у вас не существует способов проверить, что это действительно ваше. Вот настолько просто. Не верьте никому. Вам будут втюхивать кучу всякого шлака, да, всю дорогу. И будет куча разного софта, который будет пытаться вас развести на деньги. И если код у софта закрыт, не верьте ему. Просто не верьте. Вот поверьте моему слову. Вспомните еще не раз. Вот, то же самое, да, может произойти сейчас нам пытаются мастер-чейн втюхать. Не верьте, это не блокчейн и не цифровая собственность в чистом виде. Если код закрыт, это не собственность. Если код закрыт, собственность всегда находится в руках чувака, который закрыл этот код. Это очень важно понимать.